Непременное качество. Крутые персонажи. Футболки Макс Экстрим на wildberries.ru Сегодня наш выпуск будет посвящен стране, в которой понятие туризм находится лишь на стадии зарождения. Страна, в которой 40 лет длилась война, земля, которая не знала мира, а добиться окончания войны не удавалось ни одной из великих держав, ни Советскому Союзу, ни США, ни их сторонникам. И лишь на протяжении последнего года люди здесь живут без терзаний супердержав и фанатичных религий. Наша сегодняшняя страна – Афганистан. Сегодня мы покажем вам, так ли все спокойно в стране, которая живет уже год под властью талибов, запрещенной террористической организации. Как мы попали в эту страну и как нас встретили на границе? Какое отношение у талибов к гражданам страны, с которой 30 лет назад была война? Почему Афганистан производит 80% наркотиков от всемирного количества? И почему талибы не могут этому препятствовать? Как устроен быт и как зарабатывает местное население в реале полностью разрушенной экономики? Какие порядки установились с приходом талибов? Насколько безопасно путешествовать по Афганистану? Какие нужны документы? Где их получать? И к чему нужно быть готовым? Все это и многое другое в нашем сегодняшнем видеоролике, который мы настоятельно рекомендуем оценить и подписаться на канал, чтобы поддержать наш рискованный труд. Поехали! Всем привет! Направляемся мы в интересную страну, но на самом деле вы уже наверное из названия видео все поняли. Выезжаем сейчас из Душанбе и движемся в сторону Курган-Цюбе, нижнего Пянджа. Поймали одну машинку, едем автостопом. На своей машине не рискнули ехать, оставили ее на ТО. На секундочку посмотрите насколько загружают здесь машины. Лена, что за наряд? Что за кафота? Так принято. Вон я тоже длинный рукав на всякий случай надел. Ну, таджикскую сторону прошли. Теперь направляемся к Афганске. Сейчас какая-то маршрутка нас вероятно повезет на ту границу. Как самочувствие? Есть волнение? Да. Не понимаю, что происходит. Мы вошли на территорию Афганистана. Правда здесь сейчас обед и нас сказали подождать, пока придет человек, который проверяет паспорта. Но было немножко ссыкотно, когда ты подходишь к забору, там кругом талибские флаги и чувак такой типа надевают повязку и подходят с автоматом открывать. Но вроде как дальше встретили доброжелательно, вышел парень сказал тебе, что подождите немножко, сейчас к вам придут. У нас с Леной возникает чувство, будто мы попали в какую-то заброшку, где все такое разбомбленное, разбитое, расшатанное. Света нет, компьютеров никаких нету. А это на секундочку КПП, где проверяют твои документы, как бы типа должен быть компьютер и куда тебя как бы заносят в базу. Но выглядит это реально как заброшка какая-то. Я не снимаю, я просто иду с тобой общаюсь. Нас запускают, но не без потерь. Мы едем в Хундус с таксистом вот этим. Ну или пограничник, не знаю, я тут уже запутался, кто тут чем занимается. Теперь напомним вам события прошлого года для понимания общей картины произошедшего за последнее время. 15 августа 2021 года боевики запрещенного в России террористического движения Талибан практически без боя заняли афганскую столицу Кабул и установили в стране свою власть. Правительство Ашрафа Гани, прежнего президента страны, не продержалось и 4 месяцев с момента, как США начали вывод войск из страны. Придя к власти, Талибан заявил о готовности взаимодействовать с миром, создавать правительство, в которое войдут представители со всей страны, а также обеспечить основные права населения, в том числе и женщин. На практике большинство из обещанного тогда за год так и не было выполнено. После падения правительства экономика Афганистана рухнула. Из-за прихода талибов в небогатую, разрушенную гражданскую войну и страну перестала поступать иностранная помощь, которая ранее составляла 45% от национального ВВП. Ухудшилась гуманитарная ситуация. 20 миллионов человек или половина населения страны сейчас испытывают нехватку продовольствия. Непременное качество. Крутые персонажи. Футболки Макс Экстрим. На wildberries.ru Всем приветики. Мы замучились. Мы устали, ребята. Короче, давайте по порядку. Сделали мы, значит, в Таджикистане в Душанбе визы в Афганистан. Лена, что у тебя в руках? У меня документы на визу в Афганистан. Ангельский цветочек. Один штамп въезда в Армению и сразу в Афганистан. У меня уже несколько штампов в Таджикистан. Так не делайте. Так не делайте, да. Потому что визы, сделанные в Таджикистане в в афганском посольстве. Не действительно. Просто зарабатывают бабосы, а то, что эти визы не действуют, ну, похер. Типа, там разберете. И нам на границе сказали, типа, либо дуйте обратно, либо возьмите здесь и пооплатите эту визу. Типа, мы по новой вам сделаем. Пришлось делать. Все-таки, когда еще будет возможность посетить такую страну. И страна, на самом деле, очень колоритная. Мы уже въехали, доехали до Кундуза. Колорит просто там, ну, жесткий по сравнению с Таджикистаном. Повсюду эти тук-туки ездят. Конечно, ну, трешово. Там куча мусора. Там люди какие-то там что-то делают. Все замотаны там. До хера народа с автоматами. Типа, такой вообще. Ты даже не успеваешь понять, куда тебя смотреть. Короче, постоянно всплывают какие-то штуки, типа, что ты должен заплатить там, да, побольше. Ну, короче, сдирают себя прям как только могут. Тогда мы заплатили в Душанбе по 60 баксов, типа 120 долларов. И сегодня такие еще по 80 такие. Шикарно. Мы в Афганистане, типа, чем могут не все путешественники похвастаться. Вот, по поводу жилья мы сняли здесь номер за 25 долларов. Ну, изначально нам сказали 50. Мы такие, блядь, чуваки. Типа, 50 баксов, вы че, угорать? Причем номер вот такого плана. Тараканы в углах. Кровать. Ну и душ там, сразу санузел отдельный. Мерка, наверное, Афганистана все-таки это круто. Учитывая, что большинство людей здесь живет просто в глиняных домах, в каких-то трущобах. Присутствует такое ощущение, что все на тебе пытаются здесь заработать хорошенько. Пошли в кафешку и все начало налаживаться. Ибрагим. Ибрагим. Миша. Миша? Миша, да. Михаил. Михаил. Михаил? Да. Ибрагим угостил Лену. Мы не могли нигде найти никакую веганскую пищу. А Ибрагим позвал первых гостей к себе. Но мы уже остановились в отеле. И угостил Лену. Они с тыквой, да? Да. Очень хорошо. Лена уже начинает возмущаться, что я бесплаткая снимаю. Доброе афганское утро всем. Принесли нам завтрак. Оказывается, завтрак всегда тоже включен был. Вот так вот выглядит наш завтрак. Надеемся, что сегодняшний день будет складываться так же хорошо, как и начался. Сегодня останемся в Кондузию. Завтра двинем в Кабул. А в Мазари Шериф заедем на обратном пути. Ну что, наши первые покатушки на рикше. Чувствуешь себя как будто где-то в Индии. Как бог по остре каком-то. Короче, куда-то нас уже везут в какую-то пустыню или здесь. Решение будет сделать разрешение на свободное перемещение по Афганистану. Ну это типа какой-то термиз, что ли. Кто-то его должен был написать, чтобы у Талибана не было вопросов. Потому что мы собираемся гулять одни. Без человека. Без сопровождающего. Без сопровождающего. Без сопровождающего. Без сопровождения по Афганистану. Разобрались мы со всеми вопросами, касающимися документов, сим-карт и прочего. И наконец-таки вот прогуливаемся по Кундузу. Мы в шоке от колорита местного. Ну это, наверное, ничего не сказать. Потому что идешь и не понимаешь даже куда тебя смотреть. Кругом все такое разное, разнообразное и необычное. Что-то происходит вообще все на свете. Кто-то что-то строгает. Кто-то что-то пилит там, я не знаю. Кто-то там есть готовит. Кто-то что-то продает. Ну, интересно. Так вот, кстати, выглядит центр Кундуза. Ну, не то, что прям центр, но то, что рядом с ним находится. Колючая проволока, мусор. Держим вас в курсе происходящего. Сегодня мы ночуем в кафе, в который вот вчера заходили. Ибрагим, который нас вчера угощал вот этими булочками с тыквой. Говорит, оставайтесь здесь, я вам принесу ужин. Принес нам вот такую вот поляну. Да, его жена специально готовила овощное. Сабзи – это овощи в Афганистане. На персидском сабзи называется. Да, это никак герой Mortal Combo. Да. Миша готовит спальное место. Да. А трассов там принесли. Растыней, одеял, все прекрасно. Чтобы мы не замерзли. Заботиться, как и сестре, и о братье. Прогулка по кундузу напоминает что-то среднее. Между прогулкой по базару или трущобам. По сути, здесь можно увидеть и то, и другое. Практически каждый здесь пытается чем-то заработать, чтобы прокормиться или прокормить семью. Те, у кого на первых этажах имеются какие-то помещения, обязательно оборудуют их под магазин или какое-то небольшое производство. Причем работают абсолютно все. Женщины готовят лепешки, сладости, шьют платки, делают украшения. А их дети бегают по городу и пытаются это продать. Мужчины преимущественно занимаются ремеслом, либо готовят пищу в общественных забегаловках. Женщинам здесь такое непозволительно. Существует и ступень попрошаек. И если мы по большей части привыкли видеть цыган или инвалидов с протянутой рукой, то здесь по улицам бегают толпы чумазых детей в лохмотьях. Или прямо посреди дороги могут сидеть их матери. Причем становится особо жутко от осознания того, что, возможно, год назад эти люди и не думали о такой жизни. Возможно, глава их семейства не приглянулся талибам или занимал государственную должность. А с такими у талибов был короткий разговор. Ни с кем власть они делить не собирались и не собираются. И теперь обдавевшие женщины и дети без отца просто не могут себя прокормить. Как же это сделать, если талибан запрещает женщинам работать? Музыка. 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 Наша поездка Мазари-Шариф, она почему-то не состоялась утром. Мы ждем человека, который нас отвезет, но он не отвечает. поэтому мы типа такие задолбались сидеть в кафе и просто пошли погулять собственно все кадры которые вы сейчас можете видеть это принципе центр кундуза вот так здесь протекает жизнь скажу сразу что подснимать полноценно не получается потому что немножко конечно все таки стремно хоть у нас есть какое-то разрешение ну не разрешение а пермит о том что мы туристы нас равно типа часто встречающиеся какие-то люди с оружием ну как-то это напрягает немножко скажем так вот поэтому подснимаем так аккуратно и чисто незаметно вот но основные картины показываем сейчас нам приготовят морковный морковно-яблочный сок вот здесь прям на улице стоят соковыжималки очень сладкий ребята чуть погромче тут будем здоровы будем здоровы на улице очень много всяких вкусных штук готовят но много стритфуда реально очень сматкая морковка блин офигенный офигенный сок вот 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 Музыка 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 Тайпси Традиционная музыка 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 Вот так вот прям на улице сидят ребята и закачивают музыку на телефонах Сейчас закачаем традиционной этой афганской музыке Если с точки зрения гражданских свобод ситуация в Афганистане ухудшилась, то с безопасностью улучшения все-таки есть Теперь по улицам Афганистана могут свободно перемещаться иностранные граждане и туристы Хотя многие все же продолжают пользоваться услугами гидов и секьюрити, опасаясь за свою безопасность Число жертв вооруженного насилия в Афганистане по данным ООН остается высоким Около 700 человек были убиты, а еще около полутора тысяч ранены Однако это в разы меньше, чем в прошлые годы, когда в стране шла война Вон как ловко капусту шинкует Сейчас видимо сезон цветной капусты и ее тут повсюду продают Нарубают прям, вон так ловко Вот говорят Что? Иностранцы, Масофер, Джапан Почему мы похожи на Японию? По-моему, не очень похожи Держись Один? Оп Все, да? Курочек тут прям продают сразу же Вот тут уже разделанные и живые тоже сразу Ну что, будем пробовать? Давай Или не там, где пахнет курицей и мясом Впрочем, мы за 10 авгани купили вот такую штуку Сладенькую, она медовая Напоминает немножко чак-чак, но гораздо слаще И как будто там какой-то... И как будто там какой-то... Это самый... Что? Сироп, не знаю, от кашля или что-то такое Очень интересно, но я такое не пробовала Напоминает как какие-то карамель, карамель типа Сначала Через такую штуку делает тростниковый вот этот сок Типа берут тростник, его выдавливают через мясорубку И получается такой сладенький напиточек Тебе понравится, я тебе говорю Это лучше любого коктейля, лучше любого смузи Это офигенная штука Да, бамбук Да, бамбук, ну типа бамбуковый Нет, нет Сахарный, сахарный тростник, да Этот рынок настолько бесконечный, что здесь можно найти даже Черепелок и разных птичек, попугаев Там тоже попугаи, да? Разные клетки под них В чем самодельных Офигеть, вот человек занимается тем, что, похоже, разводит и продает попугайчиков разных видов И самое интересное, что, видимо, на них есть здесь спрот И прям толпа взрослых афганцев стоят и такие, типа, мммм, птички любуются ими Эй, ты же разводишь? Вот разводят воробьев Ну они просто крупные, мне кажется А здесь уже покрупнее Это прям такие крупные-крупные голуби Смотрите на этого петуха, он просто гигантский Целая палатка со швейными машинками Это твой, да? Хорошо, хорошая коллекция И тут вот повсюду, да, вот целый ряд и продают швейные машинки, причем старые По сути здесь по городу реально идешь, как по большому-большому рынку, типа, все На каждой улице будут какие-то лавки, какие-то ряды товарные Причем продают вообще все подряд Вот мы сейчас идем по улице, на которой продают швейные машинки Это интересно Интересный подход к тому, что на каждой улице размещается своего типа товары Ну что, ты счастлива? Мы все-таки куда-то едем Все, мы выезжаем в сторону Мазари Шариф Ехал за нами человек, который нас туда отвезет Наняли такси Такси, значит, правила такие Что если полная посадка, значит, платит каждый там по чуть-чуть А если ты там, например, один едешь, ты платишь за всю машину У нас не хватает одного пассажира И к вчера озвученной стоимости в 2000 Афгани Добавили еще одну тысячу Наша поездка больше напоминает ралли, ралли Водитель едет быстро, но вроде как аккуратно, все живы и целы Вот так вот выглядит пейзаж на пути из Кундуз в Мазари Шариф Прям пустыня, пустыня, Лена Ты впервые в пустыне, я тоже Ну не, я в Монголии, наверное, был Но чтобы так, прям Круто, круто И на такой прекрасной ноте продолжаем двигаться По этой замечательной дороге Вроде как началась хорошая дорога Асфальт Причем максимально ровный, гладкий У нас что-то произошло с машиной Лезь! И машина встала Но машина такая уже, видно, бывалая Все перемотанная Провода какие-то накручены, намучены Вон там сейчас, чувак, еще один провод Он надкусывает Здесь Здесь хотя бы не мне надо ремонтировать машину И на этом мы Заканчиваем Наше путешествие в Мазари-Шариф Тамкаем задним ходом Наверное Так здесь принято Со всеми поломками мы справились И доехали в город Мазари-Шариф Где нас встречает Закью Добро пожаловать в Афганистан Большое спасибо Большое спасибо Большое спасибо Та шакур Та шакур Та шакур Та шакур Маданна? Да Ой, какой песочный кадр Да Да Это я уже смешиваю языки в голубую мечеть блин маска здесь наверно надо разуться да а нет очень тут здесь можно погулять заходишь сюда босиком но с утра прошел дождь и и все ноги начинают мокнуть довольно прохватно наверно долго здесь не погуляю очень много людей на улице кто просит денежку удивительно что здесь довольно таки спокойно вот прям заходишь на территорию мечети и так тихо так умиротворенно вот это вот удивительная вещь в каждом наверно в каждой достопримечательности вот этих во всех дворцах во всех площадях и мечетях что да ты как будто погружаешь такой умиротворенный спокойный мир а sí но она больно даром больно даром очень любит фотографироваться мы идем этот возле каждого объекта делаем по несколько селфи он даже заки мейка и сэлфи вот но в целом очень приятно прогуливаемся много правда детишек подбегается облегчает и просят денежку но принципе наверное да обусловлено тем что стране наверное действительно денег не так много у людей вот такими с такими ребятами сопровождают нас пытаются с нас что-то поиметь также в афганистане практикуют езду спереди вдвоем и иногда в багажнике мы сейчас немножко стукнулись в другую машину и как здесь удивительно решаются проблемы просто вышли таки посмотрели а вроде ничего серьезного она поехали дальше нам тут рассказали что там есть поселение у нас ребята привезли место называется шадя и располагается вот в этом ущелье вот это место располагается между двумя горами ограждено стеной высокой причем честно подойдем покажем ворота расположенная между двумя скалами я например такой первый раз вижу и дальше должно быть какое-то поселение вот здесь видно что протянуты провода какие-то непонятные непонятные для чего туда можно войти воу детьку ступень мы заходим куда-то прям видимо наверх прикольно вот мы поднялись место реально очень удивительно и служит похоже оборонительным укреплением время спускаться интересный момент то что здесь набирал машин как таковы и отсутствует есть только год выпуска автомобиля проезжаешь там машина машине просто знак с табличкой 1900 там 98 год 2005 2010 как такового номера вообще нету что на мы не поехали в то село которое было запортили за воротами вот этими крепостными по той причине что там впереди стоял большой грузовик талибский и парни говорят что лучше лишний раз ними не сталкиваться а щелнулись мы кстати довольно таки нормально крыло все замяло а у того парня который другой машине был у него вообще ничего здесь горы тоже отличаются потому что это за этими горами находится пустыня и пустыня плавно переходит вот в такие бархана барханы в свою очередь уже приходят в полноценные крупные горы поэтому из пустыни мы оказались прям полноценных горах если бы было бы не так облачно то это мой вид шикарный был но и так неплохо как нам объясняют ребята здесь сюда вот на эти вот холмы приезжают прям с целыми семьями и здесь проводят какие-то пикники какой-то отдых вон там вот детишки бегают там еще где-то какие-то люди были вот они прям сидятся на этих сопках и кушают там общаются бегают играют то есть как мы на шишки выезжаем куда-то на дачу они точно также приезжают сюда вот но в горах не все выдерживают горы выезжают редко поэтому кто-то иногда устает интересное решение у афганских пастухов вот там вот они держат стадо чип и чип and в его и в таких вот домах and this home for the people и в таких домах они живут сами такая пещера несколько комнат здесь разводит костерок на самом деле афганцы славятся своими пещерами своими горными какими-то системами коридорами ну чему может свидетельствовать русско-афганская война когда но с нашей стороны были большие потери за счет того что невозможно было вычислить где располагаются афганцы где они вообще находятся они просто появлялись как вырастали как грибы из земли но отношение к россиянам здесь очень даже хорошая видимо за истечением срока давности событий той войны вот поэтому сейчас это очень гостеприимные дрожжевливные люди которые устраивают нам экскурсии угощают нас вообще короче здесь бы они отличаются от тех что мы пробовали в кундузе они здесь похожи прямо на чпуреки вот эту форму выдают их соусом майонезным причем майонезный соус здесь тоже необычный он со всей зеленью и с острым перцем вот на таком уютном балкончике начинается наше утро и видно весь мазаре шариф солнечно погода хорошая опять очередные бойцы приехали через несколько часов поедем кабул девушки с которыми мы познакомились в назаре шерифе как с которым пришли в гости позвали меня погулять с ними вместе вот и зеним парк и мы гуляем девушка красиво фотографируется цвета забегая вперед расскажем вам о том что случилось 10 ноября 2022 года несмотря на прошлогодние обещания талибов что права женщин не будут ущемляться время их правления показала что все будет совсем не радужно для девочек и женщин так 10 ноября афганские власти запретили женщинам входить в столичные общественные парки и посещать ярмарки так они отомстили жительницам кабула за их недавние публичные выступления против произвола талибов то есть теперь по закону девушки не могут самостоятельно пойти на прогулку также талибы запретили женщинам пользоваться спортивными залами в афганистане кстати младшие школы и возобновили свою работу еще в сентябре однако к занятиям допустили только мальчиков преподаватели мужчин позднее талибы пояснили девушки будут допущены к учебному процессу только после того как в школах закончится подготовительная работа по разделению классов и помещений по гендерному принципу марафон кулинарных путешествий по афганистану продолжается за пар как название как называется очень красивая подача пока что афганская кухни кухня кухня у нас на первом месте ты смотри таджики сейчас все отпишутся когда и сколько так тоже такие талибы талиб по пуштунски это ученик или студент мусульманского духовного заведения так называют в афганистане обучающихся в адресе талибы сторонники жесткого сочетания шариата и традиционного уклада пуштунов в качестве базы для объединения своих сторонников они выбрали кандагар один из самых неспокойных городов страны вокруг которого постоянно были столкновения официально запрещенное в россии движение талибан провозгласила своем создании в 1994 году законы и постановления должны быть одобрены лидерами исламской церкви и полностью соответствовать шариату так считает талибан ислам провозглашается как единственно правильная религия момент провозглашения движение состояла из лидера мухаммеда амара и его 50 учеников в прошлом мухаммед амар был одним из командиров маджахедов и воевал против советских войск когда стало понятно что талибан неизбежно придет власти произошел значительный отток человеческого капитала десятки тысяч высококвалифицированных работников бежали из страны в целом бежать пытались все у кого только была такая возможность и попытки бегства были порой ужасающие люди массово бежали через границу соседние страны пакистан иран таджикистан и зачастую проходили границы нелегально из-за взятых под контроль талибана пограничных переходов некоторые люди были столь сильно напуганы приходом талибов что пытались эвакуироваться цепляясь за шасси или крылья американских самолетов которые увозили оставшихся военных из афганистана разумеется такие попытки бегства заканчивались летальным исходом судя по всему мы на верном пути кабул заки нашел нам автобус и мы с заки и с братом брат да мы с ними едем кабул в общем поездка обещает быть интересным потому что тут постоянно в автобус заходят какие-то дети попрошайки какие-то торговцы целыми корзинками еды постоянно как движуха ехать нам 500 километров и скорее всего будут остановки на которых наверно все это будет повторяться снова и снова но это предположение на этом наша первая серия про удивительную колоритную страну афганистан подходит концу а в следующей серии мы с вами побываем столице в городе кабул посмотрим чем живет столичный народ расскажем как мы были поражены масштабом этого города а дальше отправимся в еще одну потрясающую провинцию бомиан где в 2001 году талибы взорвали статуи будды с тысячелетней историей там же мы застряли на перевале и не смогли вернуться в кабул и также покажем в каких жутких условиях нам пришлось ночевать все это уже совсем скоро поделитесь в комментариях как вам первая серия и какие впечатления сложились у вас о стране и хотели бы вы поехать туда также как мы подписывайтесь ставьте лайки и колокольчик чтобы не пропустить следующую серию и до скорого